Ровно в полдень 9 мая на площади Выборгских полков началось торжественное мероприятие, посвященное одному из главных российских праздников. Тех, кто в этот день вышел на улицу, чтобы разделить с окружающими радость о Дня Победы, встречал военный оркестр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание на то, что с каждым годом все больше наших земляков встают в строй бессмертного полка. Мы, жители города воинской славы Выборга, несем особую ответственность перед ветеранами Великой Отечественной войны, ответственность за сохранение памяти о героической истории страны, за ее будущее, за будущее поколений россиян. И я уверен, что не только ветераны войны, но и совсем юные в оборжане будут помнить 9 мая как великий праздник великой страны и великой победы. Перед лицом собравшихся выборские кадеты обещали хранить память о подвиге предков, победивших фашизм. Артисты исполнили песни о войне и показали трогательные танцевальные композиции, выпустив в небо белых голубей. Протоиерей Иоанн Протазанов отслужил за упокойную литию. Затем состоялось возложение венков и цветов к обелиску город воинской славы. Людской поток казался неиссякаемым. В безмолвии перед Стеллой замирали представители областной и местной власти, сотрудники различных ведомств и учреждений, школьники. Все, для кого 9 мая – это действительно праздник со слезами на глазах. В семье Анатолия Смоленинова этот день свято чтит каждый. В сентябре 1940 года на островах Выборгского района начинал службу отец Анатолия Николаевича, моряк Балтийского флота. Он мне всегда рассказывал про это. Прошел путь он мне с 40-го года по 44-й год практически полностью. И, конечно, воспоминания, все, которые он рассказывал и говорил, они всегда в душе. Я их, конечно, передавал и детям, а сейчас и внукам. Сегодня были внуки и с портретом уже прадедушки. И, конечно, это меня радует, что внуки, дети всегда помнят этот день праздника. Мероприятия, посвященные нашей победе, сегодня прошли повсеместно. Выборгский молодежный театр дал премьеру спектакль «Зернышки спелых яблок» по мотивам автобиографической повести Алексея Решетова, посвященной воспоминаниям из детства о паленном войной. Григорий Лагвинюк выступил в качестве режиссера постановки, автора пьесы и главного исполнителя. Это практически моноспектакль, но Григорий так точно передавал эмоции различных героев произведения, что у зрителей сложилось впечатление, будто в его лице они познакомились с жителями одного из дворов военного города. В войну многие так умирали. Витька болтался на стрельбище, подбирая гильзы. Фотограф прилег и больше не встал. Тощая фотографская кошка сбросила со стола банку с гипсосульфитом. Мариша услышала, прибежала, собрала людей. Хоронили его на следующий день. Несмотря на трагичность этой истории, постановка проникнута теплотой и любовью ко всем людям, ко всему миру. Увидеть спектакль «Зернышки спелых яблок» вновь можно будет 10 мая на открытой сцене парка Монрепо. Начало в 14 часов.